Всем привет! Меня зовут Абами Лиса, и сегодня я покажу вам мой косметический стол, мою коллекцию косметики. Признаюсь, с того момента, как я стала блогером, в моих залежах косметики появилось огромное количество всевозможных новых косметических брендов и всевозможные разные классные косметики. И сегодня я покажу вам то, что находится в моем косметическом столе. Ну что ж, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И давайте я вам уже все покажу и расскажу, что же у меня тут есть. Конечно же, самое первое, с чего нужно начать, это самая верхняя полка. Здесь вы можете у меня видеть мои кисти. У меня есть три подставки под кисти, и как видите, здесь я храню низкие кисти. В основном это мои кисти для пудры, для румян, ну и просто маленькие кисточки, какие-то миниатюрки. Например, вот эти вот от Victoria's Secret мне очень давно привезла еще моя подруга из Америки. И я честно скажу, они такие классные, я по сиденьям и пользуюсь, хотя с того момента прошло уже очень много времени. Смотрите, здесь у меня в основном самые высокие мои кисти стоят. И посмотрите, какая прикольная у меня синяя кисть, она, кстати, даже гнется. Это я, по-моему, покупала сама в Литуале, и она очень оказалась удобной. Хотя я ее не так часто пользуюсь, наверное, просто потому, что она стоит в самом высоком разделе, и я, в принципе, сюда крайне редко залезаю, когда у меня есть миниатюры. Также здесь у меня стоит сразу моя мицеллярная вода. Куда же я без мицеллярной воды, потому что здесь я постоянно крашусь, в том числе и для видео, и это всегда у меня должно быть под рукой, в случае, если что-то пойдет не так. Средний отдел с моими кисточками, он самый большой. Здесь просто куча всего, как старого, так нового. Здесь есть очень дорогие кисти, есть бюджетные кисти, кисти для теней, кисти для контринга есть. И даже щипцы для зажима ресниц у меня все тоже здесь хранится. Еще, я думаю, вы заметили вот это вот, это свечка. На самом деле, была очень тупая ситуация с этой свечкой. Я в очередной раз ездила в Германию, зашла в мой любимый магазин One Euro Shop и купила ее там себе к Рождеству. Я думала, она будет подсвечиваться, то есть я думала, что она будет с огоньком внутри, но оказалось, что это просто фигурка, и она мне ни туда, ни сюда, поэтому как бы выкидывать жалко. А так она не нужна, и поэтому она стоит здесь. Что ж, предлагаю спуститься к следующему отделу. Это первый отдел моего стола. Вот что наводится в моем самом верхнем отделе. Стоит, я думаю, сразу отдельным словом указать про эти замечательные перегородки, которые я нашла. Это самые обычные лотки. Не знаю, где я их купила. Какой-то был обычный хозяйственный магазин. Вот, и значит, здесь я храню с моей кремовой тени. Очень крутые. Вот реально вам советую. Вы часто спрашиваете меня о том, как я делаю свой такой вампирский макияж. Я вам скажу, что при помощи вот этих вот теней. Эти кремовые тени, они просто замечательные, чумачачи крутейшие. Здесь у меня тоже кремовые тени. Тут уже все подряд находится. Здесь у меня и NYX есть, и ESSENCE есть, но они у меня блестящие. А вот это, кстати, вообще изначально хайлайтер, но я его использую как тени, потому что мне его нравятся как тени, а не как хайлайтер. Кайф. Давайте спустимся еще ниже. Во втором моем отсеке хранятся мои лаки. Я вообще не лакоман, я не умею нормально красить ногти, поэтому я использую все это как могу. В основном здесь у меня представлены шелаки вот этой вот фирмы, Лакью. Мне они очень нравятся, они совершенно элементарно наносятся, даже если ты просто тупица конченый. Просто лучшая тема. Не требует ни базы, ни топа ничего не требует. С базовым топом лучше будет, но можно и без базы, без топа. Тупо взял, высушил ногти свои и радуешься жизни шелак. Потом есть еще вот такой вот лак мне, прислали его недавно от Essence. Господи, это просто лучший лак, наверное, по цвету на свете из однологичных. Очень блестит, очень красивый, просто невероятный. Вот только посмотрите, как он весь переливается. И на ногтях самый прикол в том, что он выглядит ровно точно так же, а не так, что он в банке красивый, а на ногтях отстой какой-то. Очень люблю. Вот, значит, здесь у меня располагается всевозможная моя вот эта вот фигня. А еще у меня есть вот такие вот штучки, губки-спонжи, которые сделаны для того, чтобы создавать на своих ногтях градиент. Я пару раз пробовала, в принципе, прикольно. Но, как вы видите, потому что в упаковке практически ничего не закончилось, я не так часто этим и пользуюсь. В третьем отделе я храню тени. Вот чего-чего, а теней у меня очень много. Ох, это один из моих самых любимых отделов. И как вы думаете, почему? Потому что тут тени. Я обожаю тени. Я, наверное, больше всего из косметики люблю тени и помады. А вы что больше всего любите? Здесь, ну, просто очень много всего. Есть и Шанель тени дорогие какие-то, есть и NYX тени, есть Эссенс тени, есть все на свете. Моя любимая палетка, сейчас я вам ее покажу, вот она. Одна из моих самых любимых палеток. Это вот так она выглядит. Perfect Filter от NYX в красных оттенках. Что-то невероятное делает просто с глазами. Но если вы любите такие, знаете, драматичные образы упоротой королевы, вам вот это вот очень подойдет. Также здесь у меня есть серия новая элементарий от NYX. Тоже офигительно клевая тема. Кстати, на эти палетки у меня сейчас будет розыгрыш в инстаграме. Но об этом я чуть позже вам подробнее расскажу. И вот там вот в закромах у меня тоже есть палетки. Здесь у меня в самом низу огромное палетище для рефилов от MAC. Не могу достать, просто надо все будет разбирать. Там мне особо ничего интересного нет. Потом моя самая главная разочарованческая палетка от Kat Von D Pastel Got. Вы просто посмотрите на эту упаковку. Я никогда не перестану бомбить. Упаковка что-то с чем-то. Но тени дикие отстой. Плит шрифит, рассыпаются. Ну, короче, дичь. Не стоит своих денег. Но ради упаковки, блин, можно купить. Только родню. И все в основном у меня здесь от NYX. Вот с этой вот стороны NYX. Хотя вот еще Maybelline. Очень хорошие палетки. По-моему, кстати, они самые, наверное, бюджетные из всего, что у меня здесь лежит. Но очень качественные. Если вы что-то ищете себе большое и качественное, вот обратите внимание на них. Прямо рекомендую. И палетки Elemental, на которые я уже делала обзор в своем инстаграме. Вот от NYX. Одна из них будет разыграна. И, конечно же, палетка сувенир из Японии. Да. Это, наверное, одна из самых лучших моих палеток. Потому что была куплена в Японии. Все же была куплена в Японии. Все априори лучше. Вот так вот. Кстати, недавно одна из моих подписчиц спросила у меня следующий вопрос, который мне показался очень интересным. И который я хочу прям ставить это видео. Звучит он так. Какая косметика меньше портит лицо? Бюджетка или люкс? И я вам так скажу, вот чисто со своей стороны, мне кажется, что на сегодняшний день и бюджетная, и люкс косметика примерно одинаковы. Ну вот честно, я пользуюсь и бюджетной косметикой, и люкс косметикой. И, кстати, бюджетной у меня даже больше в моем рабочем столе, что вы сейчас сами наглядно видите. И я не могу сказать, что моя кожа изменилась в худшую сторону. Она такая же хорошая, как и была. При том, что косметики я сейчас наношу много. Кстати, я совсем недавно еще снимала видео «Дорого-дешево», где я сравнивала люкс косметику и масс-маркет. И мне кажется, это просто офигительно крутое видео, я вам рекомендую его посмотреть. Ссылочку на это видео вы найдете в описании. И там, кстати, я сравнила два формата косметики, бюджетную косметику и люкс косметику, но не как блогер, не как визажист, а именно как человек, вот как пользователь, который покупает себе косметику, и, собственно, чего он от нее ожидает. Так, ну эту коробку я вам сейчас покажу поближе. Здесь, в основном, моя неразобранная косметика и косметика, которая отправляется на розыгрыши на подарки. Так, а вот и коробочка от NYX, которую я вам обещала показать. Смотрите, что здесь у меня есть. Это, в первую очередь, косметика, которую я пока еще не разобрала. Точнее, я ее разобрала и поняла, что, допустим, у меня какие-то средства уже есть. И я хотела бы остальные раздарить своим подписчикам. Я, в принципе, постоянно в Инстаграме делаю какие-то розыгрыши. Очень много помад, красивых оттенков. В основном, я сюда скидываю помады, потому что я считаю, что помады, особенно нейтральных оттенков, это именно прям вот то, что нужно разыгрывать среди подписчиков. Естественно, все это совершенно новое, я это не пользовалась, только открывала, если смотрела. Вот есть всевозможные штуки даже для кондринга, хайлайтера. Вот NYX тоже классные оттенки есть. Смотрите, какой красивый цвет, просто вообще отличный. Потом тут даже, по-моему, палетки теней есть. Да, вот там палетки теней, не хочу просто раскапывать. Значит, палетки теней тоже есть довольно большие. Есть еще кремовые тени, смотрите, какие классные. Вообще просто суперские. И штуки для бровей. Короче, здесь вот именно все то, что я буду раздавать своим подписчикам и в конкурсы в Инстаграме проводить. Кстати, скоро у меня будет еще один конкурс в Инсте на палетки от NYX. Я уже делала анонс в Инстаграме, так что, если хотите, то подписывайтесь на мой Инстаграм. Отдел пониже, это внезапно отдел с очками. Сейчас вам расскажу, как так получилось, что в куче косметики у меня здесь находятся очки. Дело в том, что мне нужно было освободить свою полку под всякие шапки-перчатки и пришлось жертвовать очками. А так как у меня как раз в моем столе была одна свободная полочка, я решила отдать ее именно очкам. Ну, мне кажется, вполне себе разумный выбор. Здесь у меня лежат всякие люксовые очки. Тут райбаны, по-моему, бербери, миу-миу, там дальше там форт лежит. Ну, короче, в чехлах тоже лежит там, потому что подороже. А здесь лежат более какие-то бюджетные вещи, которые или вообще не брендовые, например, как вот эти вот. Я даже не помню, откуда они у меня появились. А, привет, ребят, привет. Ну, они прям вообще классные, классные. И вот эти вот вообще один из моих самых любимых очков, но я думаю, вы их уже видели неоднократно в моих видео. А вот это вы просто должны видеть вблизи. Сейчас я вам покажу. Это огонь. Они, конечно, просто безумно крутые. И у них еще есть вот такая вот штучка, этот хвост, который вы на себя продеваете. И у вас получается безумно какой-то стильный образ. Сейчас покажу на себе. Вот такие вот очки. Продеваешь их, сзади у тебя вот эта вот мотня просто прекраснейшая. По-моему, это просто топовые. Что ли, не снимать их, дальше в них быть. Так что, короче говоря, маечки временно здесь на улице. Что ж, давайте ниже спускаться. На стойке ниже у меня, как вы видите, располагаются в основном всевозможные мои пудры. Здесь есть как компактные, так и рассыпчатые пудры. А еще по какой-то непонятной мне причине я здесь храню мои кремовые румяна. Кстати, вот эти кремовые румяна, они лучшие. Они очень дорогие. Я бы даже сказала, что они ненормально дорогие. Но, боже, какая-то офигительная вещь. Особенно, если вы на отдыхе. Короче, просто, у меня нет слов, насколько она крутая. А еще у меня здесь есть кремовый хайлайтер. Смотрите, какие прям вообще. Еще покажу вам, надеюсь, будет что-то видно. Ооо, вы видите? Просто офигительно. Какой же он блестящий, молодец. От Essence, кстати. И немного коричневого здесь также представлено. Вот прозрачная пудра. Минеральная, очень клевая. И, кстати, даже не забывать поры. Проверено. Боже, этот отдел просто здесь можно взять и убиться от радужного блеска всего, чего только можно. Здесь у меня в основном мои хайлайтеры, корректоры. Сухие, естественно. И прочие блестящие, безобразные вещи. Но вы просто посмотрите. Это же просто чудесное безобразие. Вы не представляете себе, как она блестит на лице. А это что? Что за детский сад? А это из Японии привезла. Поэтому это святое. Не трогаем. Конечно же, здесь есть миниатюра метеоритов от Guerlain. Кстати, я, наверное, единственный человек, который именем не проникся, потому что я что-то не поняла их прикола. Хорошо, что купила миниатюру. И да, палетка от Kate Van Dyke, конечно же, с хроматическими тенями. И вот такие вот милейшие румяна у меня есть от корейского бренда. Так, что здесь у меня еще есть из прикольного? А, вот там, кстати, смотрите, у меня хранятся все мои косметички. В основном там, конечно же, от NYX. И есть даже вот от MAC одна. Очень симпатичная. Но вот это, конечно, просто безумный фаворит. Это, мне кажется, лучшая косметичка вообще, в принципе, по дизайну. Что может быть лучше, чем упоротые Дракулии зубы? Я не знаю, что может быть лучше. Она лучшая. Поэтому на это мы сойдемся. Следующий отдел у меня структурирован на целые три группы. Смотрите, что здесь имеется. Ну, начнем с карандашей для губ. Да, это мои карандаши для губ. Мэ, значит, много. Раньше я пользовалась только карандашами для губ. Сейчас ситуация поменялась. Но раньше я пользовалась только ими. И, наверное, именно поэтому бренда мне присылают в основном карандаши для губ. В принципе, все делают правильно. А здесь у меня всевозможные подводки и корректоры в форме карандашей, как вы понимаете. Очень удобные, кстати, вещи. Прям коррекцию делают на ура. И точилочки. И, конечно же, тушь. Ну, тушь, мне кажется, это просто святое. Причем тут тушь как для ресниц, так тушь и для бровей. Тушь для бровей вообще отдельная история. Это просто моя находка. Я очень долго их избегала. И была очень великой тупицей. Почему я их избивала вообще раньше? Здесь, как видите, все подряд. А, даже карандаши для бровей имеются. Вот, например, из прошлого видео я его там вам показывала. Короче, здесь у меня все, что связано с бровями, с ресницами. И еще один отдел с помадами. Да, ребята, это все помады. Помад у меня много. И помады я нежно люблю. А здесь у меня даже палетка для помад контурирующей. То есть, если вы хотите сделать все те же самые аниме губы, то вот это, наверное, будет ваш мастхайф. Хотя, конечно, она на губах нифига не держится. Но для фото это лучше. Косплееры возьмите на заметку. Также у меня есть еще один столик. Это был мой первый столик, который я купила под косметику. И, если честно, то мне его очень быстро перестало хватать. Хотя он довольно объемный. Кстати, если вы интересуетесь, оба эти столика куплены в Икее. И вот этот вообще очень дешево стоит. Хотя я думаю, что он, если ты, ну, как бы не блогер, тебе этого столика под косметику или под какие-то другие вещи хватит просто вот так вот на очень долгие годы твоей жизни. Здесь у меня есть подставочки из фикс прайса со всевозможными помадами, например, с теми же миниатюрами от NYX. Кстати, смотрите, какие они классные, маленькие. Прям что-то вообще в последнее время миниатюру проперли. И немного больших кистей, которые просто не вместились в остальные мои вместилища для кистей. Что у меня находится в этих трех ящиках? Это отдел под мои тональники. Здесь чего только нет. BB крема. Крема от солнца. Все, потому что это я использую как базу под макияж. Потом обычная самая база под макияж. База для пор. Господи, затирки для пор. Чего здесь только у меня нет. Очень много всего. Есть и корейская, конечно же, косметика. Куда без нее. Сейчас я вам вообще покажу красоту мою. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой. Во. Смотрите, какой кушон у меня прекрасный от перепера. Ааа, как я его люблю. Просто зацените. Второй ящик я отдала под тени. Но причем под тени монотени. А в полочке ниже у меня располагаются помады. Это еще одна полка с помадами. Вот, смотрите. Здесь их очень много. Здесь все самое разное, самое красивое. Ох, какая красота. Вообще прям не могу. Боже мой. Сама снимаю, сама кайфую. Так что здесь я храню еще раз помады. И вот хочу от всего сердца вам посоветовать никогда не покупать себе черные разделители под косметику. Особенно, если они а-ля бархатные. Самое тупое, что можно придумать. Вот прям максимально тупое. А это коробочка от Lime Crime. Красивая, просто храню. Потом что-нибудь туда сложим. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. А если это так, то ставьте ваши лайки, лойсы, классики, пальцы вверх. Как угодно. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Наверное.